Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о том, как проводилась работа над новой редакцией национального стандарта «Библиотечная статистика. Показать ли единицы исчисления», которая осуществлялась в соответствии с планом национальной стандартизации на 2013 год. Основным разработчиком по работе над данным стандартом являлась Российская государственная библиотека, а со исполнителями являлись две национальные библиотеки — это Президентская библиотека и Российская национальная библиотека. Целем библиотечной статистики является мониторинг результатов нашей с вами работы для принятия каких-либо управленческих решений, это базы для планирования деятельности библиотеки, и эти показатели служат обоснованием для запросов на финансирование и иную поддержку развития библиотеки. Важность разработки системы статистических показателей определяется необходимостью гармонизации того стандарта, который до этого у нас существовал, стандарт 2000 года, в соответствии с реальными условиями работы библиотек, с международными стандартами, приведение в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации, а также всей системой статистической отчетности. Этапы работы над стандартом включали актуализацию показателей и термина системы в области библиотечной статистики, выбор методики сбора и обработки данных. Требовалось изучить изменения в международных стандартах, учесть уже введённую в оборот инструкцию по учёту библиотечных фондов и другие документы. Этой работой занимались в основном специалисты Российской государственной библиотеки, основного разработчика. Первая версия стандарта была опубликована на сайте РГБ в феврале 2013 года. В обсуждении приняли участие 47 библиотек разного уровня. Это федеральные библиотеки, библиотеки субъектов Российской Федерации, муниципальное образование. Всего было получено и обработано свыше 500 предложений, из которых 70% были учтены разработчиками, 4% приняты к сведению, 26% отклонены. 26 июня 2013 года в Российской государственной библиотеке в форме интернет-конференции прошло рабочее совещание, на котором были рассмотрены промежуточные итоги обсуждений первой и второй редакции национального стандарта. А также были прокомментированы те изменения, которые внесены в проект на основании полученных от библиотек страны замечаний. В ходе обсуждения была подчеркнута необходимость дальнейшей проработки терминной системы и показателей, особенно в части учета электронных документов и их выдачи пользователям. Так, хотела бы остановиться на тех предложениях, которые были внесены в частности президентской библиотеке с учетом специфики работы в цифровой среде. Нами были предложены изменения в формулировке целого ряда терминов и показателей, которые могли бы отразить различные аспекты нашей с вами деятельности в этой области от формирования и учета фонда до его востребованности. Так, в частности, были предложены среди терминов определений единицы учета библиотечного фонда. Они звучат как унифицированный показатель исчисления величины библиотечного фонда, состоящий из условных единиц учета и названий документов, а также дополнительных показателей – это метрополка для традиционных изданий и объем памяти, занятый электронными документами на серверах библиотеки. Что касается условной единицы библиотечного фонда, то она сформулирована как объект, характеризующий физическую сторону документа. Как правило, это экземпляр для печатных и файл для электронных документов. Что касается статистических показателей, которые бы отражали библиотечный фонд, то были бы сформулированы следующие требования к показателю библиотечный фонд. Библиотечный фонд в целом, включая все виды документов и формы представления, должен отражаться в количестве условных единиц учета по сумме всех видов документов и формы представления, величина метрополог, занимаемых документами в библиотечном фонде, объем памяти в гигабайтах, занимаемых на сервере и других накопителях библиотеки электронными документами. Хочу здесь добавить, что президентской библиотекой было предложено использовать показатель терабайта и накопители библиотеки сформулировать как система хранения электронного фонда. Но на данном этапе наши пожелания не были внесены, отражены. К этому есть целый ряд объективных причин, поскольку стандарт требует от нас, с одной стороны, введения в оборот нашей практики, практической деятельности, но какие-то особенности, которые присутствуют только у отдельных библиотек на данном этапе, вы посчитали, что это несколько преждевременно. К тому же у многих библиотек, которые формируют наравне с традиционным фондом фонд электронных документов, наверное, этот фонд начинает исчисляться с гигабайт. Также одним из показателей, который вызывал наибольший интерес и обсуждение как библиотечной среде, так и среди экспертов, в том числе приглашенных, это был показатель пользователей библиотеки. В настоящее время, если посмотреть, взять действующий стандарт 2000 года и посмотреть те формулировки, которые используются, чтобы понять, как назвать наших посетителей, вы увидите сразу разительное отличие. В новом документе предлагается называть всех, кто к нам приходит, это пользователи. Пользователи библиотеки сюда включаются читатели, абоненты, посетители мероприятий. То есть это физические индивидуальные пользователи или юридические лица, коллективные пользователи, которые обращаются в библиотеку за библиотечными информационными услугами. Что касается статистических показателей учёта, которые должны отчитываться, то сам термин «пользователи» должен включать пользователей библиотеки в целом, включая её структурные подразделения и специализированные абонементы. Это учащиеся начальных классов, учебных абонементов, медиатек и так далее. Это количество читателей библиотеки, количество удалённых пользователей библиотеки любой формы регистрации, а также количество участников мероприятий библиотеки, где единица учёта является физическое лицо, присутствующее на мероприятии любой продолжительности времени. Как вы можете заметить, здесь были учтены очень многие пожелания, и надеемся, что данный показатель полностью поможет охватить все группы пользователей, которые к вам приходят. Условными я ещё хотела бы отметить какие-то особенности, на которые мы обратили внимание. С целым рядом показателей мы, в общем-то, готовы были согласиться. То, что касается традиционной среды, конечно, мы до этого все работали в библиотеках, имеющих традиционный фонд, но в данном случае скорее нас интересовали те показатели, которые, как я уже говорила, затрагивают именно электронную составляющую. Так, в частности, для учёта аудиовизуальных документов нами было предложено, и это должно быть введено в новый документ условными единицами учёта для видеодокументов, кинодокументов, фонодокументов, визуальных, статических документов и мультимедийных документов. Помимо самого носителя, как единицы хранения, вводится ещё в оборот понятие файл. Для нас это крайне важно. Кроме того, по нашему предложению, в данном стандарте нашло отражение, дополнительные единицы учёта для такой позиции, как количество электронных документов, прошедших процедуру резервного копирования, переконвертации и миграции. В первом варианте присутствовало только количество названий. Библиотеки знают, что на эти процедуры, особенно если создаётся большой электронный фонд, который требует как переконвертации, перевода в различные форматы и создания или хранения на других системах резервного копирования. По нашей просьбе, по желанию, были введены такие показатели, как количество терабайт, поскольку это показатель уже более серьёзный, и количество файлов, которые подлежат этим процедурам. 5 сентября в Российской государственной библиотеке состоялось согласительное совещание, на котором помимо рабочей группы присутствовали представители ВИНИТИ, ВНИИДАТ, ГПНТБ, Исторической библиотеки и ряда других учреждений. Это так называемые эксперты, независимые эксперты, которые рассматривали тот вариант, который к этому моменту уже имел какой-то обобщённый результат. Это уже была очередная версия. Было отмечено, что рабочей группой предпринято максимально возможное усилие по гармонизации с международным стандартом, принятым МКРФ порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, который вошёл в действие с июня 2013 года, и статистической формы 6НК. Вопросы, которые обсуждались во время этого рабочего совещания, они, скажем, касались ситуации с перечним терминов, которые отражены в новой редакции стандарта, задавалось очень много вопросов, почему те или иные термины не перечисляются, хотя используются. Было объяснено, что в стандарт вошли только те термины, которые не входят в систему СИБИД. Кроме того, шла речь о необходимости более тесной гармонизации с международным стандартом по статистике, но эксперты согласились с тем, что всё-таки данный стандарт, в первую очередь, является национальным и должен отражать, в первую очередь, конечно, особенности национального учёта. И поэтому мы должны брать то полезное, что имеется в международных стандартах, но дорабатывать их уже под свои особенности. Кроме того, хочу сказать, что не так давно я присутствовала на заседании комитета по статистике в рамках конференции ИФЛА, и там тоже очень горячо обсуждались проблемы библиотечной статистики. На сессионном заседании было сделано сообщение Торда Новика из Норвегии, который проанализировал ситуацию со статистикой на международном уровне. И он констатировал, что даже такие организации, как ЮНЕСКО, ИСУ, СИЛСИ, пытаются гармонизировать международную систему учёта, но на сегодня они плохо между собой сочетаются. Стандарты часто отличаются от практики, не успевают за практикой. И, конечно, стандарты помогают нам в описании каких-то процессов, в едином понимании подходов к тому, как определять те или иные процессы. Но, тем не менее, активные стандарты должны взаимодействовать с окружающей средой, должны постоянно обсуждаться и достаточно часто пересматриваться библиотечным обществом. Та ситуация, которая складывается на сегодня, когда в 2013 году вводятся изменения в стандарт 2000 года, это, конечно, ситуация, мягко говоря, не очень хорошая. Чтобы двигаться вперёд, необходимо, чтобы практика диктовала нам изменения, поскольку введение показателей сверху, как правило, показывает некое отторжение практиками и непонимание. Для этого нам всем нужна систематическая работа не от случая к случаю, а, может быть, на какой-то постоянной основе. И во время последнего совещания, которое состоялось, как я уже говорила, 5 сентября, прозвучала информация о том, что в следующем году нас ожидает работа ещё на двумя, по пересмотру ещё двух национальных стандартов. И, конечно, тот опыт, который Российская государственная библиотека накопила или получила во время работы над стандартом по статистике, он будет использован и расширен. В частности, будет не просто вывешиваться, скажем, какая-то редакция стандарта и собираться предложения, а, может быть, это будет что-то в виде форума, какого-то живого обсуждения с тем, чтобы могли между собой ещё общаться представители различных библиотек, различной типологии, чтобы вырабатывать какие-то решения. То есть нужна систематическая работа шаг за шагом, из года в год. Кроме того, когда мы говорим о гармонизации с международными стандартами, хочу добавить, что пока шла работа над нашим национальным стандартом, 29 августа был принят новый международный стандарт, вступил в действие ИСО 2789. И, собственно говоря, хочу сказать, что наша работа она не завершена, то есть мы её на данном этапе, у неё есть какое-то логическое завершение в целом, хочу сказать, что тот стандарт даже в том виде, несмотря всё равно на сохраняющиеся, скажем, пожелания, по каким-то вводу каких-то ещё исправлений, тем не менее, это большой шаг вперёд. И я очень, и другие разработчики очень сильно надеемся, что те показатели и термины, которые будут введены в оборот с появлением этого стандарта, они будут использоваться библиотекой с большой пользой для себя. Ну и в заключение хотела ещё тоже добавить, что практически не введена в оборот, но готова новая статистическая форма 6НК, которая также позволит, она частично уже гармонизирована с новым национальным стандартом. Там введены такие понятия для учёта электронных документов, как сетевые и локальные документы, то есть это, собственно, говоря, электронные документы собственной генерации библиотеки, это удалённые лицензионные ресурсы, это инсталлированные сетевые и локальные документы, то есть это ваша база данных, либо приобретаемые, либо получаемые, такие, например, как правовые базы данных, которые вы сможете учитывать, ну и так далее. Большому сожалению, я не вижу ваших лиц, поэтому не могу ответить соответственно на ваши вопросы, очень надеюсь, что та информация, которую я до вас донесла, она для вас будет полезной, мы всегда открыты для общения и контактов, спасибо вам огромное, я с большой радостью хочу передать привет всем, с кем я раньше встречалась и общалась, Людмила Васильевна, огромный привет и уважение, большой привет Хабаровску, мы все с большим вниманием следим за той ситуацией, которая у вас в настоящее время происходит и надеемся, что у вас все всегда будет хорошо, спасибо вам большое. спасибо вам, спасибо, 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 Продолжение следует...